Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В прошлый раз мы начали обсуждать тему, неисчерпаемую на самом деле, и она неисчерпаема не только потому, что в ней множество вопросов, но просто по факту того, что последнее слово за Богом, очень сложно здесь поставить какую бы то ни было точку. Но разобраться все-таки в каких-то вещах, тем более, что они касаются конкретной практики жизни в церкви, важно. Мы подняли тему границ церкви. Итак, церковь должна быть инклюзивной, она должна в себя включать абсолютно всякого приходящего, радоваться каждому, кто оказывается у нее на пороге, или она должна быть эксклюзивной, то есть предъявлять какие-то требования, знания ли догматики, исповедование ли веры православной, морально-нравственный облик и так далее, и так далее. Вот это все мы должны как-то объяснить для людей, которые к нам стучатся и приходят. Мы имеем право предъявлять требования или должны радоваться абсолютно всем. В прошлый раз, в прошлой нашей передаче мы поговорили об инклюзии, причем радикальной инклюзии, когда границы стираются абсолютно, когда вообще нет никакой границы идентичности. И просто назовись христианином, надень на себя крестик, скажи, что ты веруешь, и достаточно с тебя, живи дальше как хочешь, дальше какая-то дорожка тебя сама к Богу приведет. Это радикальная инклюзия, и, конечно, мы ее совершенно не разделяем, но поговорим о радикальной эксклюзии, когда мы выстраиваем ряд препятствий, и приход человека в церковь напоминает вот это вот олимпийское состязание, бег с препятствием через какие-то вот заборчики, что он должен постоянно что-то перепрыгивать, доказывая кому-то, что он вправе называться христианином. Говорим об этом с отцом Максимом Кокаревым, с ректором Самарской семинарии. Здравствуйте. Добрый день, отец Сергий. Добрый день, дорогие телезрители. Я только позволю себе, по этой очень вдохновенной тираде, наденьте крестик, это вообще... Если мы говорим о радикальной инклюзии, уж какой там крестик? Ну да, кстати. То есть, если для многих там Христос это не пойми, что не пойми, кто-то просто слово и какая-то абстракция, да, какая-то, то есть даже Богом-то его не очень обязательно признавать, уж какой там крестик? Хорошо. Мы договорились, что сегодня мы часть передачи посвятим радикальной эксклюзии, а другую часть мне бы хотелось все-таки для людей как-то обозначить, чтобы не было так, что мы их отправим с открытым вопросом. Ну, типа, дальше сами решайте. Вот. Все-таки, ну, хотя бы, по крайней мере, для отца Максима, да, какая экклезиология, то есть учение о церкви, где ее границы протекают, приемлемо. Будет ли это евхаристическая экклезиология или какая бы то ни было другая. Давайте начнем все-таки с радикального эксклюзиавизма. Представлял, напомню, что мы оттолкнулись от диспута, который прошел в Москве в Покровских воротах, представлял ее один из современных, ну, богослов в том числе, да, представителей русской православной церкви. Если другую сторону представлял англиканский батюшка, то вот сторону эксклюзиавизма представлял православный человек. То есть, что-то происходило на площадке, которая формально католика принадлежит. Вот. Покровские ворота, да. Ну, это интересно. Да, да. Вот мне чего-то тоже не хватило в его аргументации. И главным образом, вот если вернуться к нашей прошлой беседе, Христос, с одной стороны, вроде бы, да, он делает некоторые, ну, ставит некоторые критерии. Все-таки он ставит некоторые вопросы перед человеком. Кто я для тебя? Но это вовсе не про то, во что в конечном итоге мы превратили, мы превратили, в общем-то, церковь тоже в лоскутное одеяло. Я тоже буду сегодня провокатором. Не всегда мысли, высказанные мной, являются отражением моих личных индивидуальных пристрастий. Ну, вот, допустим, церковь-то действительно сейчас лоскутное одеяло. Буквально недавно у нас с вами, я к вам периодически, как к старшему, обращаюсь за советом. Вот. Человек из Григорианской церкви хочет перейти в православие. По факту, если мы сядем с армянским батюшкой, он будет исповедовать Христа Богом, он будет исповедовать Христа человеком, он будет также веровать в воплощение, Боговоплощение, в Рождество. Ну, то есть вообще между нами как будто бы не должно быть никаких границ, но между нами границы есть. И евхаристического общения между нами нет. Нет. Ситуация недавняя с Константинопольским патриархатом вообще непонятная ситуация, почему политика становится каким-то таким ярым препоном, чтобы одного патриарха поминать у себя, другой патриарх поминает, соответственно, ну, в общем, православный поминает Константинопольский. И даже вот опять же, мы же все православные. Ну вот, русская православная церковь не поминает Константинопольского патриарха, патриархатик Константинополя не поминает русского. Вот не превращаем ли мы в тот же пэтчворк, но только с какой-то другой стороны, когда мы рвем этот единый, может быть, Христов Хитон на какие-то лоскуты? Ну вот, к сожалению, рвем порой. И, ну, я бы, ну, может быть, не драматизировал, может быть, не перекладывал там все на наше поколение. Это не первый раз, к сожалению. И расколы – это самое какое-то смиренное чувство, что, ну, вот, мы пытаемся что-то делать на своем месте, но мы, может быть, радикально, опять-таки, до конца времен не исправим ситуацию, потому что эти разрывы на этой ткани существуют, ну, все две тысячи лет. То есть мы говорили о Евангелии, а когда мы переносимся в первые десятилетия истории, то есть тоже многозаветные, деяния, ну, то есть вот… Павлов, Аполосов. Да. А потом, собственно говоря, это разделение там все-таки с осуждением, да, о нем говорится, и это скорее такое вот, да, неправильно. Но когда надо было, как бы, ну, там тоже эта тема в диспетсе тоже звучала, там, да, как бы вот паства, да, и заботы о ней, но мы видим, что апостолы, ну, то есть если бы была такая, совсем такая, значит, благочестивая такая, в кавычках, сказать, инклюзия, которая, да, там, вот, значит, вообще не ставила никаких вопросов, очень тогда непонятно жестко звучат слова апостолов о волках во вещей шкуре, о том, как тот же Иоанн Гриш, лжеучителя, то есть, ну, это не точно не мы придумали, что, да, кто-то действительно рвет, и регулярно рвали, и поэтому, если бы вот это все такое… Ну, давайте, нет, все, забудем всю разницу, будем друг друга любить, то есть, ну, и церкви могло бы не быть, потому что ситуация, да, напомню нашим телезрителям, мы как-то и об этой говорили тематике, то есть ситуация древней церкви, когда в ней два течения, внутри все Христа признают, Христа признали все эти люди, только одни из них считают, что надо обрезаться всем срочно, а не одна церковь, вплоть до того, что они даже Петра смутили настолько в какой-то момент, что у них с Павлом, ну, то есть, увы, но это поколение святых, условно, по сравнению даже с нами, там тоже не все идеально, но мы, знаете, это апостольская церковь, и когда Павел говорит, я был вынужден встать, сказать, Петр, ты не прав, потому что Петр, и Диана по воду у вот этих, так сказать, вот внутри церкви, да, появились совсем эксклюзивисты жесткие, потому что, знаете, границы по обрезанию, по живому, что называется, да, то есть, более жесткую границу провести было внутри церкви нельзя, ну, ну, кто бы пошел, то есть, всем, кроме людей, это казалось дикостью, и все эти замечательные, вот это, конечно, вопрос, когда церковь для себя решала в каком-то смысле эксклюзию, вот эту инклюзию, эксклюзию, вот, да, то есть, было же такое течение в церкви, настолько ее сделать, ну, то есть, она бы выродилась, мы говорим, как бы, о некой альтернативной истории, если бы, то, ну, точно, ни греки, ни римляне, они даже при желании принять Христа, но если бы мы поставили условие, давайте сначала себе обрезаемся, а потом все начинаем исполнять кашруты, всю вот эту вот беду, извините, да, кто бы туда пошел, единицы празелитов очень уперты, я готов и обрезаться, и все остальное, и что бы была это за церковь, то есть, вот тут церковь, да, она поступила инклюзивно, сказал, не, не, стойте, вот, Христа они признают, но обрезание, это уже, как бы, лишнее, но при этом, ведь эти же не смирились многие, почему иудеохристианство выразилось в маленькие иудеохристианские секты все-таки, то есть, если бы они сказали, да, окей, мы признаем авторитет церкви, раз так сказал собор апостольский в Иерусалиме в 49-м году, мы не будем наставить, пускай они не обрезали, так нет же, то есть, это же все-таки гордыня, она все равно взрывает церковь, и часть этих людей так и не смогла смириться с тем, что им придется в одной церкви быть с язычниками, с необрезанными, они так из церкви и ушли, и церкви пришлось жесткость проявить, сказать, вы, ребята, секта теперь, то есть, как бы, вот, отрезать какие-то куски, это очень больно, это очень страшно, но церковь так была вынуждена делать, заботиться об остальных, и вот, в этом действии есть прекрасный момент, когда, вот, мне ближе позиция все-таки Дмитрия Сергеевича, конечно, человек, который я знаю достаточно хорошо, лично, да, вот, в теплых дружеских отношениях, когда он все-таки, он мягко, конечно, я, может быть, как-то по-другому, батюшка или утра ответственная, но все-таки, вот, есть же ответственность, в том числе, если ты старший, ответственность старших за, ну, как я скажу, отдел, что хотите, то есть, это, как казалось бы, не любовь, а наоборот, ее отсутствие, мне все равно, куда вы, в пропасть вы упадете, не в пропасть вы упадете, то есть, вот, идите за этим, идите за теми лжеучителями, и когда он прямую спрашивает своего оппонента, ну, вы ответьте, а как бы вы, вот, отнеслись, если бы кто-то, вот, действительно, часть вот этой вот пасты, там, речь пошла, вот, именно про пастуха и стадо, просто взял и увел, и там немножко небольшая заминка, но, не желая потерять лицо и изменить своей аргументации, этот батюшка или утра, говорит, ну, я бы сказал, идите, потому что любое... Посмотрим, куда придет. Да, и причем такая фраза, любое отклонение все равно придет к чему-то интересному, слушайте, интересному, но если все эти овцы попадали в овраг и поломали ноги, очень интересно, я смотрю, умиляюсь... Во-первых, это красиво. Да, то есть, это интересный пастух, кто говорит, ну, ладно, хотите, сходите вот за этим, я понимаю, что он лже-волк в овящей шкуре, но, раз вы очень хотите, я вот весь такой удобный, не буду бороться за вас, не буду у него, сходите, и, причем, там не было никогда, да, с этой стороны, никакой, даже, понимания того, что это может быть опасно, сходите, будет обязательно что-нибудь интересное, Ну, если падение в овраг и перелом всех конечностей, это интересное, и гибель, а в Евангелии мы видим, что пастух, добрый пастырь, оставляет 99, вообще-то, все бросает, и за одной овцой, которая упала уже в этот овраг, он лезет. Поэтому как раз вот эта неравнодушность и ответственность, то есть, это то, что, ну, в каком-то смысле оправдывает, ну, как сказать, иногда жесткость, и апостольскую жесткость они отсекают. И правильно вы сказали, что у нас вот еще чего не хватает, у нас иногда, вот как бы, да, догматически, да, но у нас морально-нравственная граница тоже, у нас членом церкви, может, являться, древняя церковь затяжки и грехи людей изолировала, обливая сердце кровью, но изолировала. То есть, эти отлучения надолго от причастия, ведь не потому, что людей переставали любить, потому что они других разлагали, это как, извините, гниющая, так сказать, какая-то вот... Ну, гангрена. Да. То есть, ну, никто же не делал этого безвозвратно. Временное покаяние, потом они могли, если изменились, если исправились, и вот это вот, потом мы эту дисциплину утратили. И, конечно, в полном видео сейчас возродить, наверное, точно нельзя, наверное, так не получится, но совсем ничего не делается, когда к чаше идут, ты знаешь, что, значит, регулярно раз в несколько месяцев там делает аборты и не собирается меняться. Самое главное, не собирается. Не то, что раньше делала, покаялась. Вот человек живет вот так, человек живет в блуде, человек живет еще в чем-то. И все идут, и давайте не будем даже спрашивать, будем вот сейчас вот такую инклюзию включим, да, и будем вот... Мы включаем ее. У нас вот так и бывает, к сожалению. Перейдем в плоскость более практическую и, что называется, ближе к телу. Вот приходит человек с желанием крестить своего ребенка. Ну, ладно, уберем ребенка, потому что тут к этому множество вопросов тоже со стороны, например. Ну, к чему же уберем ребенка, нет? Давайте. Ну, хорошо, ладно. Потому что это, как раз, наиболее частая ситуация, и, знаете ли, взрослые сейчас редко приходят. Да, приходят крестить ребенка. Статистически. Мы должны заявить о некой эксклюзивности. Ну, то бишь, что для того, чтобы креститься или крестить ребенка, тебе нужно соответствовать некоторому цензу, да, интеллектуальному, то бишь, знать закон, знать Евангелие, знать заповеди, знать вообще свою веру, догмон. Маты, хотя бы на уровне символа веры. Вот. Исповедовать это и соответствовать исповеданному, ну, соответственно, вот эта морально-нравственная жизнь, да. То есть мало знать Евангелие, можно его читать на нескольких языках, вот, но при этом не жить по Евангелию. И это апостол Павел, не слушающий закон является праведными, а исполняющий. Вот. И многие люди разворачивают. Вот тут вот встает, передо мной, по крайней мере, всегда встает дилемма. Я научился уже в какой-то момент не сильно расстраиваться и переживать, но все-таки есть ощущение, что вот сейчас человека, который, может быть, бы вошел, и очень часто это такой аргумент звучит, и он, кстати говоря, на мне реализовался. Меня крестила мама, абсолютно неверующая, воспитанная в атеистической среде, и, в общем, покрестили меня вот так вот, условно говоря. Как-то там, как сорная трава сам вырастет. В результате вот как-то что-то выросло, вот, где-то Господь подобрал, и, ну, вот мы, например, можем слышать часто такой аргумент. Ну, покрестите. Вы же не знаете, какая у него жизненная судьба, как он там раз и развернется, повернется и придет к Богу, может быть, там, лет в 20, в 30. Вот, может, он вообще священником станет. Ну, так это может случиться, даже если вы не крестите в детстве. То есть это же призыв. Вот давайте представим себе, что я вам задаю этот вопрос, как вы отвечаете людям, и вообще, все-таки, каковы границы этой эксклюзии? Я всегда боюсь с ней пережать с эксклюзией. Я всегда, как бы, ну, наверное, может быть, я не прав. Я всегда, ну, так сказать, ну, мне, я это оправдываю, может быть, милосердием, да, и сложностью нашей, так сказать, ситуации. Экономией, есть такой термин, так сказать, да, ну, эрегористом меня назвать точно очень сложно. Вот. Есть такой термин, вот, экономия, есть окривие. То есть, ну, нет, это вряд ли. Ну, надо объяснить. Все-таки окривие – это крайняя жесткость. Вот прям вот, вот, если действовать с точки зрения окривии, то никто никого никуда не пустит. А экономия – это снисхождение, это некое, вот, дословно, как бы, домоправление, ну, разумное такое, то есть. То есть, но совсем ничего говорить, не говорить людям тоже нельзя, делать из этого. Вы входите и как хотите, с любым пониманием, то есть, думая о Христе все, что угодно, еще с такими этими запросами, что, а вот сделайте мне так, сделайте мне, я хочу, чтобы церковь была удобна мне в этом, в этом, в этом. То есть, нет, я остаюсь, конечно, я, редкие случаи, когда, ну, у меня были такие случаи, когда мы с людьми не находились совсем общего понимания, и крещение не состоялось. Не часто, но у меня несколько таких случаев было, когда человек тоже, спасибо этим людям за честность, когда эта женщина просто мне сказала, я понимаю, что вы до этого вот вообще, как бы, сами крещены, но не жили никак церковной жизнью совсем, но все-таки вот, ну, надо начинать, да, то есть. Или, или не надо тогда крестить, то есть, если мы вообще, в принципе, этому не придаем никакого значения, ну, зачем вам тогда просто мучить этого ребеночка, макать его туда, да, и, скажем, если вы действительно решаете, что он сам может вырастить, решите прийти к Богу, да, и так далее, вот, потому что ответственность здесь на взрослых все-таки, да, мы говорим, что что с него взять, да, там, то есть, вот, мы о ней говорили, и она мне честно сказала, да, помню один случай такой точно был, вот именно дословно почти, ой, нет, что вы, я вот так не живу, мне неинтересно, там, ни исповедь, ни причасть, ни таинства мне неинтересны, я не хочу даже вникать в что такое церковь, меня когда-то крестили, все, мне нужно просто покрестить, несколько раз мы себя проговаривали, переспрашивали, не, 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 я и менять жизнь не буду, я точно знаю, что сейчас буду обманывать вас, то есть, и мы, как бы, не нашли его, за что вообще зацепиться, то есть, у ребенка веры нет, у нее тоже нет, в общем-то, ну, я во что-то верю, ну, совсем во что-то, это как раз вот, это крайняя степень инклюзивности, Христос, ну, ну, наверное, Евангелий читал, нет, не читал, там, и так далее, то есть, я говорю, ну, вот не могу, вот ничего не могу сделать, крестить не могу, может быть, потом вызрит что-то, то здесь тоже, надо, ну, не знаю, тоже не надеяться только на себя, а вообще-то переоценка себя, потом говорить, я должен был обязательно ее, вот, надо оставить ему, потому что надо смириться с тем, что до некоторых ни я не достучусь, ни вы не достучитесь, потому что до некоторых, ну, если люди, людей лично Христос звал, пойдем со мной, они, и что, вот, как бы, и, когда я начинаю себя сильно, слишком, значит, поедать, самоедством заниматься, я вспоминаю, что у апостолов тоже не все было, вот прям, все-все-все прям, все-все прям их услышали, все приняли, все поняли, все за ними пошли, вот, там, камнями побивали, палками и всякое прочее разное, то есть, в принципе, вот, сильно себя накручивать из-за этого, что я, нет, конечно, каждый раз мы проговорили, а может быть, я могу по-другому сказать и как-то что-то донести, но, как бы, то есть, в некоторых случаях, совсем, когда нет даже зацепочек, то есть, человек, человек может говорить, я пока ничего не знаю, я только начинаю, человек может, ну, какие-то, то есть, Причем у нас даже Внутри церковных документах, кстати В большинстве методичек Как пытаться вести катехизацию Даже нет такого, что человек должен Обязательно наизусть на символ веры Так вот требовать, наверное, тоже может быть У некоторых памяти, но тексты вообще плохо запоминаются То есть человеку нужно приговорить, нужно понять Хотя бы элементарно, требовать от него, чтобы он там Вам, так сказать На, не знаю, в трех томах Изложил догма троичности подробно Чтобы еще не ошибился, не уклонился Не в савилианство Ну, как бы понятно, что тут сложно очень Но какие-то совсем элементарные вещи Хотя бы, чтобы у человека началось Какое-то движение И понимание, что Зачем вообще, если человеку все объяснили И он понимает, что если в церкви надо жить так То там, наверное, я туда не хочу Потому что, ну, я так не хочу Но, может быть, пока ему и не надо То есть вот это вот всех обязательно Ну, я в какой-то момент тоже уже понял, что все Как бы... Так а все-таки для вас-то Где граница эксклюзивности проходит? Вот где эксклюзивность нормальна А где она уже радикальна Вот когда мы, например Я вот помню Ну, то есть когда мне человек вот чего-то не знает Там, или не очень хорошо знает догматику Да? От него требуется прям, да? Ну, то есть там, не знаю Съявить Макария Булгакова, я не знаю Это крайнее, конечно Да? То есть Или когда... Ну, Савелий от Пелаги он должен отличать? Ну... Наверное, не обязательно Мы даже не обязательно про них рассказывали Совсем, чтобы мозг за разумом не зашел Еще ополинария туда, да, куча Нет, наверное, нет Вот я стараюсь с людьми пройти Хотя бы объяснить символы Запомнить это даже не обязательно Они его читают там, да, как присягу по листу Как вот у нас в армии Все ли ее наизусть присягу знают Вот Но мы приговариваем все-таки символы веры Какие-то вещи, я просто говорю Даже, может быть, не пытаясь рационально понять Но Троицу рационально понять нельзя Это некая тайна Вот А как вот одновременно Христос и Бог, и человек Ну, тоже, наверное, рационально это понять Ну, как бы вот Ну, и вот еще из этого вытекающая такая же двуединная Как бы тайна Евхаристии Как вот Ну, совсем ее отметать, да? Когда они, и как бы, скажем так Сходу, ну, то есть Если человек сходу говорит, что там Я к таинству так не отношусь И вообще их не признаю И вообще, ну, то есть Вот мы не сошлись, когда человек сказал Что не участвовал и не буду И вообще, ерунда какая-то И вообще, как бы, что-то там есть А таинство ваше все фу Ну, то есть, ну, какое крещение? То есть, вот Ну, хотя бы попытаться с человеком Ну, вероучение же Слово догматик уже, так сказать Такое пугающее, сложное Хотя, на самом деле Стимул веры Это самый короткий сборник догмат Тот минимум, в который Действительно человек Там даже не Там за каждым словом Стоит столько Такая бездна Что тебе еще нужно Ее объяснить Я прекрасно понимаю Что значит Света от света Рождена, несотворена И так далее Понимаешь, это такие уже Это тут уже, конечно, да В частности К тому, как это делать Вот аргумент этого Батюшки Лютера Был в том, что Догматику ни в коем случае Нельзя делать границей Потому что, если мы делаем Именно догматическое Исповедование Следование догматов Я вот в свою очередь Вспоминал Как нам наш общий знакомый Отец Вадим Кикин На втором курсе При начале разговора О догматике Говорил о том Что если вы начнете Сдавать экзамен по догматике Вы стопроцентно Ударитесь в какую-нибудь ересь Потому что, ну, это крайне Должна быть такая Напряженность мысли Чтобы выверено было Каждое слово Ну, либо заучено На уровне, там, не знаю Автоматизма Но вот над символом веры Бились долгие В принципе, давайте остановимся На том, что там за нас уже бились Потому что человеку Не надо заново вырабатывать Вот бодаться Из-за этой буквы Единосущной Или подобосущной Или амиосис Ну, то есть, как бы И даже не надо погружать Ну, то есть Я когда объясняю Говорю, что есть слово Я даже вам не буду рассказывать Свою предысторию Просто есть слово Церковь выстрадала Просто выстрадала И вот, как бы Ну, постарайтесь принять Да, что оно Подчеркивает именно Именно вот Единство Не просто похожесть А единство А уж там вся эта история Там полувариант всяких Ну, если человеку будет интересно Но потом, да Но этого требует тоже Нет Я всегда говорю, что Вот можно Я обычно, когда первый раз Вижу людей Вот первая собеседована Перед крещением Я говорю, давайте так Можно вот Ну, не каждому быть доктором богословия И не каждому прочитать Вот полку книг Вот Ну, вот у нас есть маленький текст Да, конечно Там за каждым словом бездна Но мы не в каждую эту бездну погружаемся То есть я просто говорю Что это слово Оно единосущное Оно вот это выражает То есть можно, в принципе Да Ну, так сказать Посветительным Да, радикальный У нас просто очень мало времени Хочется бы максимум спросить Вот радикальный эксклюзивизм Мы знаем Есть общеизвестный, например, институт Вот Представителем которого как раз Дмитрий Сергеевич является Который ставит, например, катехизацию Очень длительную И я так насколько понимаю Для них катехизация является Индикатором, критерием Уже воцерковленности Так там люди для того Чтобы, получается, войти Выйти из состояния оглашенного И назваться верным Должны экзамены сдавать Причем такие Очень, мягко говоря Серьезные Которые некоторые священники не сдадут Это такая все-таки попытка Не знаю, насколько она Вот в полной мере воплотима Идея понятна Сама идея неплоха В принципе, да Потому что это не им придумано Это попытка ду древнюю практику Оглашения реализовать сейчас Там было еще На самом деле сроки Сейчас уже все-таки Экономически Экономийно сокращены Потому что в древней церкви Два года Первый этап оглашения Это скорее вот да А то и три Понятно, что даже Насколько язвен В Преображенском братстве Сейчас даже год А может быть и там То есть в принципе Ну, понимаете Сказать, что это вообще не работает Ну, например На эту Раньше нас На эту модель Переселись в западные церкви Католики начали возрождать Катехизацию После Второго Ватиканского Собора У них то опыта все-таки Да, чуть-чуть побольше Ну, и мы сейчас Видим просто Скорее вот так Этихизация первых взрослых И там 9 месяцев Ну, вроде как учебный год Да, они очень Начинают к Пасхе и крещению Да В принципе Так вот Если человек Не резко при болезни Не умирает Да, понятно Человек вдруг заболевает Его быстрее крестят Не дай бог чего Человек начал оглашение Ну, как бы там тоже Не вот абсолютная жесткость Да, абсолютная жесткость Если вы умри в любом случае Мы тебя не будем крестить Это другая история Вот И там вот, да, такие Ну, так Когда это становится К этому надо привыкнуть Когда это становится Во-первых, все-таки Чуть более обязательным А не как у нас Там Я вот в этом Приходит есть катехизация Я пойду в соседние Там нет Там нет Вот А учитывая еще степень Все-таки католики Это такая достаточно Централизованная организация У них как-то С дисциплиной Другие отношения Я так понял Что для них Это стало практически нормой И там есть своя статистика Ну, из того, что я читал Да Это сами католики свидетельствуют Вот если просто брать Людей, которые прошли Полную катехизацию Ну, 9 месяцев То есть осень Они потом вливаются В церковную жизнь В общинную жизнь И за ними как-то Есть, сказать, статистически Наблюдают Кто выпал, кто не выпал Ну, да Там тоже есть Конечно Даже человек, прошедший Полную катехизацию Ни в коем случае Это все в сердце происходит Это не означает Что он никогда не уйдет Из церкви Вообще ничего не может Гарантировать никто И там есть статистика Что в течение года Церковной жизни Дни первого После крещения Уже те, кто прошли Катехизацию 50 процентов Перестают ходить На ежевоскресенную месту Ну, нам это может Показаться Сильным Но у нас Это процент КПД от катехизации Чуть-чуть другой И мне вам рассказывать Что из тех людей Которые приходят На беседы Будь то родители Детей, которых мы крестим Ну, многих ли мы видим Потом снова регулярно Каждое воскресенье В церкви Поэтому какие-то плоды Конечно, есть Другое дело Что когда Если мы ставим вопрос Так, совсем жестко Что если Те, кто не прошли Вот именно такую А прошли катехизацию Там, не знаю Три-четыре беседы Ну, сейчас совсем никакой Тоже не часто бывает Хоть сколько-то С человеком попытались Да, три-четыре беседы Конечно, это одна история А девять месяцев Это другая история Но если мы начинаем Вот тут говорить Не, знаете Те, кто девять месяцев Не готовился Те не церковь Ну, вот это Совсем недопустимо Да Ну, я Вот часто обвиняю В том числе И при броженском братстве Но я Не настолько знаком И батюшка Я договорю Да, дело в том Что я лично Общаюсь Ну, все-таки В такой жесткости Может быть Мне стеснялись Об этом говорить Не слышал Чтобы там вслух сказали Знаете Я же в свое время Я не проходил катехизацию Например Меня крестили тоже В тазу В подвале Дед Значит, говоря На дому Вот Поэтому, ну, нет Я как бы Такое не слышал Что есть Какое-то такое ощущение Что вот есть Как бы чуть более Да, там Совершенные в этом Но все-таки Чтобы там Как-то виручительно сказали Что церковью мы считаем Только те, кто прошел катехизацию Ну, не знаю Может это где-то В каких-то документах написано Да, но У меня такого ощущения Не сложилось Но вот Общаясь с преображенским братством У меня тоже возникают Самые радужные Как бы Ощущения Впечатлений Потому что эти люди В церкви С которыми есть о чем говорить И с ними интересно говорить И мы понимаем Что мы говорим На одном языке Я тут вот не могу сказать Что я просто Для меня Там тоже все люди Людей идеальных Не бывает никогда И я иногда встречался С таким все-таки Знаешь, когда Взгляд Ну, вот-вот есть А мы да То есть, ну, понятно Что, как бы Когда тебе больше дано Это же соблазн Это крест такой Превознестись Ну, как бы Я-то вот Да То есть, вот батюшка Лютер Он как раз и говорит О том, что Такой ценз Интеллектуальный Может стать Предметом снобизма По отношению, скажем К людям Ну, просто Малограмотным Там, не знаю К старушкам Которые В принципе Не в догматике Особо Не В богословии Не разбираются И там И так далее Вот как Да Преодолевается Этот снобизм Если мы уже Внесли Этот Эксклюзивный Ценс Интеллекта Мы, да мы По факту Как раз Никуда не У нас другая У нас наоборот История У нас история Когда Вот стоит Какое-то количество Людей в храме А там в головах 100 тысяч Миллионов ересей Понимаете Мы настолько Инклюзивны По факту Что нам с этим Что-то надо делать Нет, конечно Но это уже Сложный Изменить Ну, куда мы Уберем людей Значит, из Храма Оказывается Что они думают Не пойми, что там И о Христе И о Троице И вообще Понятно, что Никуда мы их не выгоним Тех же бабушек Но Совсем тоже Метельцы говорит Что давайте Мы не будем пытаться Даже как-то Даже уже Существующих Ходящих храм Взрослых То есть Вообще-то есть Катехизация Для уже даже Давно крещенных То есть То просвещение Которое Ну, собственно говоря Как мне кажется Понимая Все проблемы Но не вот Убиваться По этому поводу Безнятя Делать Каждый на своем месте Вот Маленькое Вот это То есть В принципе Мне, например, кажется Что вот С теми, кто действительно Ходит Заставить нельзя Нельзя заставить Ходить на лектории Нельзя заставить Уже крещенных людей Которые десятилетиями Ходят в храм Им кажется Что вот силой Заставить ходить На какие-то Катехизические курсы Нельзя Ну Тоже Опять-таки Нельзя объять Необъятно И мы начинаем Работать с теми Кто хочет Вот даже Те евангельские группы Которые мы создаем То есть У меня сейчас Две группы В Кошелеве В Южном городе На двух краях И там и там Достаточно большое количество человек Это люди Достаточно давно в церкви Но осознающие Что они Очень как-то Молодные Да, и кстати С ними очень интересно Мы читаем писание И от писания Там вырисовывается Вся, если надо И догматика Это на пастыре В том числе Это ответственность Соответственно Старшего зона Надо бороться С той кашей Которая есть Отец Максим Мы на сегодня Вынуждены закончить Но мы так и не усмели Вот к второй части Приступить Ну, Бог даст Может быть мы еще встретимся На сегодня Я вас благодарю За беседу Вам, дорогие друзья Мы рекомендуем Домыслить Те мысли и идеи Которые мы Сегодня лишь Тезисно обозначили Индивидуально Ну и присоединяйтесь К нам в следующий раз Мы обязательно Подготовим Что-нибудь интересное И диалог будет Не менее интересным Чем сегодня Храни вас Господь Редактор субтитров А.Семкин